Я когда работал тренером, у меня была большая скидка в магазине, на тот момент назывался «Русатлет». Я заказывал питание по два мешка, приносил его в спортзал. Я его там продавал клиентам клуба и тренерам другим. Я реально уже тогда неплохо разбирался, потому что, как я рассказывал ранее, я уже имел базу знаний определенную. Соответственно, и я всегда склонен к тому, я всегда деньги коплю. Я всегда что-то, часть постоянно откладываю. И когда уже появилась возможность, идея запустить бренд, у меня уже были какие-то количество денег небольшое, скоплено. С них и началось движение. Из-за того, что уже было имя, то есть первые там вложения были 200 тысяч рублей в компоненты. Какой год был? Тринадцатый. Потом был взять кредит первый на 300 тысяч. Брать кредиты очень страшно, потому что все вокруг меня говорили, что ничего не получится. Брать кредит страшно, но ладно, хотя бы ты его в работу берешься. Хотя у нас и проценты дикие, сумасшедшие в России. Ну, не суть. Деньги были добавлены. Пошла работа, работа шла. Продукция так или иначе продавалась, потому что было какое-то имя, была лояльность людей, близких. Плюс было хорошее качество, и сарафан, да, сарафан лучшая реклама. Пошел. Потом был взят большой кредит. Когда понимал, что нужно увеличение мощностей, был кредит взят в размере 2 миллионов. Сам понимаешь, что уже такие нормальные будет сумма денег. Ну, и расскажу, ладно, да, то есть, ну, почему вообще пошло, если было так успешно. Помог мой отец. Он помог, естественно, не деньгами, а возможностью простой. Все знают, что мы работаем на территории фармпредприятия. Да, сейчас здание полностью наше. Там работаем только мы, это 4 этажа, 1600 квадратных метров. Отец был на фармпредприятии директором. Компания не его, у него была абсолютно небольшая зарплата, но мы по субаренде снимали достаточно недорого, платили арендную плату этой компании, да, в которой работал. И у нас была база фармацевтическая, фильтрация воздуха, ультрафиетовые лампы, персонал, который занимался фасовкой лекарственного средства. То есть мы также платили им зарплатную часть, но не такую большую. То есть нам не нужно было держать в штате много сотрудников, чтобы делать продукцию, потому что не было таких объемов. Мы могли на 7-8 дней, грубо говоря, да, в течение месяца, брать, грубо говоря, в аренду сотрудников помещения и выпускать продукцию. Сейчас мы работаем каждый день, бывает, работаем в две смены. У нас 52 человека персонала, да, то есть помощь была, ну, не денежная, да, и мой отец всегда говорил, что это бесперспективная затея абсолютно. Но занялись, сделали, сейчас же мы полностью содержим все здание, мы полностью содержим всех сотрудников, мы докупаем новое оборудование. То есть опять же, какая-то часть оборудования, понимаешь, да, была. Машины, даже для запайки пакетов были машинки, потому что лекарственные препараты, этот полифепан от отравлений, он также запаивался индукционно, вот эти вот мешки, в которых он продается, как лекарство.